Владимир Зеленский ответил, может ли быть Венгрия посредником между Россией и Украиной, но он заявил, что Евросоюз, Китай и США. Вполне логично, да? То есть между Россией и Украиной может быть Евросоюз как слабый посредник, Китай как очень сильный посредник и США как достаточно средний. То есть вот три посредника, которые могут быть, это абсолютно справедливо. Еще одно государство, не упомянув, которое может быть посредником, оно тоже не будет сильным таким, как Китай, но будет чуть сильнее, чем Евросоюз. И я прошу вас, наших соратников и зрителей, написать, какое это государство может быть посредником? Израиль, конечно, Дима, Израиль, безусловно, Израиль мог бы быть посредником, но не захочет. Подписанное соглашение Польши и Украины по безопасности предусматривает возможность перехвата ракеты в украинском воздушном пространстве, заявил Зеленский. Ну, это логично и неразумно. Вы представляете, поляки подписали соглашение с Украиной о безопасности и не перехватывали бы ракеты на пути к себе. Понятно, что путинцы выпускают ракеты по Украине, они легко могут прилететь в Польшу, поэтому сбивать эти ракеты над Украиной, это не только помогать Украине, как, собственно, в этом соглашении предусмотрено, но и помогать самим себе. Потому что они, в конце концов, долетят до них, все-таки, СА-102 ракет прилетел туда, если вы помните, и это точно не украинская, с бетонной боеголовкой. Сын Цзиньпин после встречи с Орбаном заявил, что Китай по-своему выступает за мир. Это говорит, по-своему, понимаете, что значит? Он призвал создать условия для переговоров России с Украиной. Ну, предположим, с точки зрения Сын Цзиньпин, какие это условия? Путин ракетами разбомбит всю Украину, да, там будут огромные человеческие жертвы, все выжжено. Это условия для переговоров, да? Ну, Украина не способна спротивляться. Это условия для переговоров. Вот это именно то, о чем Сын Цзиньпин говорит. То есть, в его интересе создать такие условия, чтобы с той, с другой стороны вообще ничего ни хера не осталось. Да, это по-своему за мир такой вот, выжженный. Толтенберг заявил, что никто не давал гарантии вступления Украины в НАТО. Видите, такую заднюю включает сразу же. Он прекращает быть генсеком НАТО. Риторика меняется. И, кроме всего прочего, он говорит, что в течение 10 лет надеется, что Киев присоединится к блоку НАТО. Ну, понятно, что все это происходит скачками, и никаких вот таких 10 лет не будет. Все это произойдет гораздо раньше. И это видно любому. Но Столтенберг, видите, как-то пытается уйти мягко. Мягко решил уйти, чтобы не на понтах. В Новогариево проходила неформальная встреча Путина и премьер-министра Индии на Рен-де-Морде. Видите, как интересно. То есть, он врыгнул в самолет и полетел немедленно к Путину. Но хотя никаких договоренностей не было такого рода. То есть, никто эту встречу официально не объявлял. И после это случилось, после саммита этого, шанхайской этой организации. То есть, индусы чувствуют, что у них все очень плохо с точки зрения Китая. И пытаются как-то с Путиным какие-то вопросы решить. Наивные индусы, они не понимают, что с Путиным еще не решишь. Что надо решать уже с Сыдземфином все. А с Сыдземфином они точно не решат. Никогда. В Турции арестовали деньги Росатому на строительство АЭС. То есть, представляете, Росатом на свои деньги строит АЭС для Турции. А эти деньги взяли и арестовали. Это обхохочется. Браво. Теперь, чтобы эти деньги разморозили, нужно будет дать бешеные взятки. Молодцы. Турки, блять, просто. Эрдоган, эх, и сапуга. Бор и жулик экстра класса. Путин просто отсасывает и отдыхает. У Путина просто огромная страна. Я представляю, как Эрдоган завидует. Представляете, что был в Эрдоган? Там сейчас уже все, какой-нибудь в космос бы построили. А в России лифт уже на Луну, блять. Если при том, что у него там 7 миллиардов на армию, он уже в десятку вошел. Лучших армий мира. Я тогда в 19-м году сказал, что Эрдоган своей 300-тысячной армией до Москвы, как нож у масла, может дойти, если ему необходимо. Это война между Турцией и Россией. Я говорю, да они Москву захватят. Как надо мной тогда ржали. Даже кто-то из этих путинских, откуда-то это услышал, там этих сволочей, мне рассказывали про вторую армию мира и что такие, как я, ничего не понимают. Но сейчас-то видно, кто что не понимает. И где эта вторая армия мира? Эрдоган очередной пошли. Ну да, ну а что, нормальный чувак. Видите, как он там. Они вот ему атомную станцию строят. Сейчас они там денег приподнимут. Ага, с ним приподнимешь. Диктатор Белоруссии Лукашенко назвал свою страну тихим и спокойным уголком и предложил россиянам-украинцам за небольшие деньги покупать участки в неперспективных селах и сказал, что их уже скоро не будет. Но он это имеет в виду, что там и там, и там идет война, но еще он имеет в виду, что Россию захватывают мигранты. То есть он так троллит в легкую. Китайский самолет. Вот на выходных впервые приземлился на военном аэродроме Барановича. Проходит учение с 8 по 19. То есть взвод китайцев в Бресте. Ездит их, видит там, они на автобусе рассекают. То есть Лукашенко очень плотно завязался с Китаем. Я думаю, что и китайские военнослужащие будут проводить на территории Белоруссии все больше и больше учений. Это принцип китайцев. Они, обратите внимание, по всей территории России уже проводили учения. Представьте, если бы Гитлер проводил учения по всей территории России, как бы он быстрее до Москвы дошел или нет. И в Китае рассказали о сработавшем плане о России относительно золота в банках США. Ну, а какой план России? То есть я так понимаю, что в связи с тем, что Путин устроил, ну и Китай вместе устроили такой рок-н-ролл, то многие страны решили как бы попросить у Соединенных Штатов свой золотой запас. Это первое. Вот на фоне попыток западных стран найти спрос по изъятию замороженных российских активов, президент Путин выступил заявлением, которое раскрескал США за отказ от золотого стандарта несколько десятилетий назад, ну вообще-то раскритиковал первым Деговоль в свое время. Так что Путин в данном случае никакого отношения к этому не имеет. И уж точно американцы не Путина напугались. Посмотрим, ну, Китай сейчас вторая валюта, хотя, как вы понимаете, вот Индус приехал в Россию, чтобы договориться, чтобы не пользоваться китайской валютой. Да, поскольку есть взаимные расчеты, он срочно стартанул, чтобы сказать, не, мы ее не будем покупать у Китая, чтобы покупать товары у вас. И вам не стоит, потому что вам их деть некуда. «Ход предвыборной кампании в США является печальным зрелищем», заявил Сергей Лавров. Это тот министр иностранных дел из той страны, где за сараями голосовали. Помните, где водку обычно жрут, и проститутка трахует там. Голосовали за этими сараями три дня. И он говорит, ход предвыборной кампании печальный. Ну, на самом деле, вот многие пишут, «Уберите стариков из власти, дайте дорогу молодым». Но это по поводу избирательной кампании в Америке. Это не имеет значения. Вот, предположим, там уберут Байдена и Трампа и поставят молодых, прям хоть каких, хоть по 30 лет. Что изменится? Да? Это просто желание нового у людей. А причины и условия того, что происходит в Америке, это не Байден и Трамп ни в коем случае. А не так, посаженные отцы, понимаете. А причины и условия. Ну, вот я, допустим, в криминологии, конечно, придерживаюсь определенного подхода, который называется традиционно-диалектический. Да? Но несколько с определенными отклонениями. Вот и в архе остальной жизни я придерживаюсь такого подхода. Традиционно-диалектического. То есть умирает общественно-экономическая формация, капитализм. Кого бы ты ни поставил во голове, вот любого ты поставь, пока не рухнет эта система, пока она не будет перестроена, ничего не получится. Но для того, чтобы начать перестраивать систему, нужно признать, что капитализм умирает, и что вошли в новую общественно-экономическую формацию. признать, чтобы общество это признало, или, по крайней мере, те, кто, так сказать, могут дорваться до руля. А если правящий класс сейчас всеми силами пытается остановить время и удержать капитализм, значит, все будет очень плохо. Продолжение следует...